Взял белье, взял разбавитель, сметанный замес, несколько вязкий замес, то есть чуть-чуть вязковато, возьмешь березу, возьмешь желтоту, возьмешь коричневизму, и пока просто припачкаешь весь формат, красочкой припачкаешь, красочку вязковатую, такое количество, чтобы мастихинок было что придавливать, хорошо? Чтобы было что придавливать, вот примерно такое количество, избавиться от белого для начала. Можно потемнее сразу, тогда коричневый, голубой, но не увлекайся слишком темнотой, мы еще потом с ней поработаем, хорошо? Давай так вот. Берем синий, коричневый, розовый, темно, и у нас есть темный каркас картины. Темный каркас картины, и мы этот каркас набираем. То есть все темные пятна мы достаточно небрежно набираем как подкладку тому, что будет сверху уже брежно. Ты видишь, я беру вот эти темные цветики наши, и коричневый, и синий, и розовый, и буквально отделяю одно от другого, темное от светлого. Практически как на соседней картине только что, да? Вот оно. Здесь глуховатое пятно, здесь комковатое. Глуховатое мы немножко заштриховывательно, комковатое так и оставляем комковатым. Потом начинаем, плюс, цветики. Может быть сначала, например, нашвырять зеленый, поскольку он тоже часть темного каркаса. Причем, ты видишь, я особо не всматриваюсь в цветовое содержание. Ну так, зеленый, зеленый себе. Потом под розовый я чуть-чуть разгребаю. Беру много, белил. И вот у нас здесь мощное розовое пятно. Сначала тупенько, как пятно. Цветочек розовый. Сначала, как пятно. Темный розовый цветочек, как пятно. Если здесь будет легкое смещение на чуть-чуть этого рисунка, ничего страшного, потому что это же не портрет конкретного цветка. Это темное пятно. Розоватый. Лексер. Смотри, скульптор, да? Работает скульптор. Не Ицка, не чертежник, а скульптор. А потом этот скульптор начинает все нежнее работать и нежнее. У него появляются какие-то отдельные вырисованности. Какие-то отдельные вырисованности. То есть, окон уже трогать не будем? Почему? Еще там догнать эти цветовые. Это я, как бы, общую идею. То есть, что мы начинаем не войдя. А скульптор отсекает, да? Ну-ка, си давай. Бомби. Вот какие-то полоски. Смотри. Дозамешивать на полипре, прежде чем принести на холст. Смотри, вот ты не дозамешивала, даже видно. Смотри, теперь я дозамешиваю. И мой мазок более плотный, более лепестковый. Кроме того, кроме вот таких звуков, вот как ты сделала тычок, существует просто приглаженность. То есть, вот, раз, мазочек. Прямо смотри, лепестка нет. Мазочек. Как у вас синий еще синий смешивается? А потому что я не вдавливаю. Ты же вдавила. А я плашмя мастихином. Смотри, плашмя мастихином укладываю. Ну-ка, при мне. Нормалюк. Нормалюк. Так. Ну и поточнее тонально, да? Вот центрик этого лепестка чуть смуглее. Есть лепестки, которые к нам в профиль, в профиль. А есть те, которые в фаз. Вот эти в фаз, а эти в профиль. Там это видно. А уже от них в другую сторону лепестки следующего цветка. Правда? Угу. Если мы будем соблюдать эту архитектуру, то, по идее, все будет хорошо. Стараемся дозамешивать, чтобы не было слишком полосатого. То есть дозамешивать, дозамешивать. И все прекрасно лепится. Как скульптор лепишь. Ну, можно добавить туда цветовых, если хочешь. И так, и сяк. Как он там уложил. И голубоватых, и грязноватых. Можно вот этим инструментом немножко подыграть. Такой мутаты подсунуть чуть-чуть. Если хочешь. То есть тоже будет прикольно. Наштрихованно, волосатенько так. То есть не обязательно все ушпатлевать. Можно и вот так подштриховывать. Ну, и цветик там добавишь, голубоватый для настроения. Угу. Значит, к розовому может быть чуть-чуть синечку. Угу. Чтобы он в тень попросился. Тенистый вот этот светочек. Розовый себе потом выдавишь. Да? Чтобы он в тени был. Вот здесь эти теневые места розовому. Добавлять синечку разберенную. Чуть-чуть синечку разберенную. Что ты говоришь, что не можешь? Вот с этим я не знаю, как случается кусок. Копошню накидать. Вот такую. Там же ничего внятно не прорисовано. Вот в этом управляю. Копошунечку вот такую. Вот они. Можно игриво раскладывать, жестикулятивно. Так, чтобы зритель мог обалдеть от того, как легко художнику это досталось. Вся эта набор сопелек. Хорошо? Угу. Давай. Пока все хорошо. Спасибо. К этому пятну уместнее орошательный характер. Орошательный. Орошательный. Орошательный характер. Фоновой. Именно орошательный. Если сопротивляется, дополнить кистью и мастихином просто придавить краску. То есть расштриховать и придавить. Так вот, смотри. Стекает прямо. Правда? Здесь наоборот. Нарочито. Горизонтальный характер. И тоже желательно с жестикуляцией. Ты помнишь, как-то уже очень конковато было. Сейчас прямо легла. Плоскость. Это дальний момент. Сейчас, что-то у тебя красок тут нет. И коричневый, и голубой. Розового вообще нет. Так ты у тебя розовые цветы, как ты могла не пользоваться. Белый, не сужит. Ну, так нечестно. Стоишь и ждешь. Зеленый. Этот, нет, частично ты его положил. Нормальный. Сами мазочки вполне нормальные. Значит, более текучий орошательный характер этому. Не взрыв, а текучий орошательный. Там взрыв у тебя. Не должно быть взрыва. Либо никакой, либо орошательный. Хороший кувшин. Съедобный вполне. Может быть, не хватает цельности теневой у кувшина. На поле которой листики. Я поставлю перепotes. melази. Чтобы по-съти्сanger. И хлопа на поле точно не обязательно остались. Убира многие лопатки обмен. Их музыка. То-пока. Разжиганием. Не хватает здесь все-таки выраженности теневого фитна. А здесь чуть-чуть выраженности световой, согласны? Когда свет-тень произошел, сразу осенью. Не хватает в этом месте каркаса темного. По цветку чуть-чуть не хватает нарядности. Тонально ты его близко взяла, но нарядности ему не хватило. Чуть-чуть все-таки. Я не могу. Скорбон. Задача. Я не могу. 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 Смотри, коричневый с желтым дает вот такой цвет зелени. Тоже хороший парень, его постоянно в зелени используем. Он очень дополняет. Может быть там, с чего он писал, этим цветом и не пахло. Но просто этот цвет хорошо дополняет. Согласны, да? То есть зеленый у нас не однообразный, а побогаче. Жестикулятивно многие вещи для того, чтобы продемонстрировать свою мускулу, как художника, что у тебя все легко. Даже если не совсем легко, лучше продемонстрировать, что было легко. Везде, где только можно. И везде, где только можно, не демонстрировать, что было тяжело. Они соединились в единое дело. То есть я их разъединил. Они более цельные. Согласны, это такой цельный кусок, в котором слегка светленькие звучики. Сюда тоже не демонстрировать. Сюда тоже не демонстрировать. Берем немного краски, да на ребро. И оставляем вот такие следочки. Там, где телевизор, конечно, тезоноватый чуть-чуть, но... Идея такая. Если что, поможешь. Вот это движение туда. То есть все к нам, а это попка. Выразить это как попка. Ты согласен? Да. Не хватало ей попочности. Ну вот тренировать мастихин на этом очень удобно. Так что, если что, задачка есть. Конечно. 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 Профиль очки, да? Да. Чуть-чуть недостаточно это выразилось тогда. Чуть в тень ушел, да? Да. Что он не вырезанный такой, а с пространством взаимным. Очень много красивых сочетаний. Прямо с такой любовью и с чувством сделано. Потому что иногда людям не хватает в формате обучающихся, им не хватает доверия чувству своему и еще не хватает полюбленности. Амбиции заслоняют желание красивенько нарисовать. А у тебя это происходит? У тебя все. Умненько, честненько. Культур мультур. Все? А ты ее хочешь еще помучить? Нет. Она у тебя легко, умненько. Вот. Вот это закончено. Да. Да. Вот ты слышишь улюлюканье сзади, да? Да. Значит, если у тебя есть сомнения по поводу закончено или нет, несешь в соседнюю комнату и у родных, близких, знакомых спрашиваешь. Они всегда улюлюкают. Значит, все в порядке. Нет. Значит, все в порядке. Серьезно тебе говорю. Спасибо вам большое. Потому что перемучивать, такие вещи вообще нельзя мучить. Да. То есть идея мозаики, да? Все равно, что мы бы мозаичными лоскоточками все выложили. Единственное, что у нас немножко такое фоновое пятно другое. Хотя не хватает, ты его слишком расчесала. Слишком. Перерасчесано. Хочется, чтобы у него были крупные вот эти на штриховочке. А то он прямо из другой опирки. Согласна, это какая-то тканечка или еще что-то. Но крупно. Спасибо большое. Не челочкой. Спасибо.